Здравствуйте, а скажите, пожалуйста, что вас вдохновляет на творчество? Я секс-покрытие. Какие вот фильмы вы смотрели, представленные на кинофестивале? Я вообще все фильмы показываю. Вот. А за что болеете? За кого? Скажите, пожалуйста, что вас вдохновляет на творчество? Наверное, на творчество? Да. Искусство и какие-то глубокие мысли в глазах зрителей. А вот на что пойти готовы, ради какого соблазна, главную роль, допустим, чтобы вас взяли? Да. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, пару слов. Что вас вдохновляет? То, что эти фильмы, которые мы делаем, производим, их видят много людей, и эти люди испытают эмоции. А что вы готовы пойти ради главной роли? Приделка, ну, разум. Как? Что вас вдохновляет на творчество? Скажите, пожалуйста. Степан. Я понял. Что-то вот вы сыграли обалденно вообще роль, сыграли, да? Сюда практически можно попасть, как бы, каждый, да, практически. Да, по-моему, может попасть каждый. Заходите в ВКонтакте, ищите группу. МКФ. И увидите звезд, ваших любимых. Просто, можно сказать, вот, на расстоянии вытернуты руки. Так же. Ну, я рада, потому что я получила автограф. Вы сфотографировалась. Мария Кожевникова? Да. Всем, ребята, привет. Сегодня находимся на закрытии Московского кинофестиваля 41-го. Фильмом закрытия кинофестиваля станет у нас фильм Михаила Сергеевича Горбачева «Встреча с Горбачевым». Название фильма всего на кинофестивале было представлено 13 картин. Три российские картины. Одна из картинок якутского какого-то режиссера, насколько мне известно. «За нами солнце не заходит», «Воскресенье». И, в общем-то, я не буду перечислять все, поскольку там на самом деле очень много картин. «За нами солнце не заходит», это же прошлое. Это прошлое победители Московского кинофестиваля. Да, они победили на 40-ком кинофестивале с фильмом «Царь птица». Ну, режиссером был на тот момент Эдуард Новиков, а сейчас он режиссер другой, Женя. Что вы ждете, которые представлены 13 картин? Вот как, на ваш взгляд, будет достойна главного приза этого кинофестиваля? Сейчас я соображу. Между прочим, я вчера лишь картию смотрела. И ее даже сегодня не представили, на этот Велединского. Это про Афган, по-моему, да? Это называется в Киптаунском порту. В порту она просто требует такого размышления. Советуйте нашему зрителю все-таки посмотреть. Обязательно. Красивые кадры. В Африке снимался фильм. Что еще можно желать? А, ну это вообще джунглей, джунглей. Это здорово, конечно, нам этого и не хватает, действительно. Охеран, волны, потрясающая картина. Но сегодня день удался, ребята, сегодня как никогда, прям весна, прям 25 апреля. Это же назвал на ниванш за тот холодный день плюс 5, когда было открытие кинофестиваля. Да, да, да. Вот идут первые. Все-все начинается. Существует много кинофестивалей, берлинский, канцкий, венецианский. Вот, ну, мы только пока бывали здесь, на нашем московском кинофестивале. Думаем, как-нибудь упадем еще, и случилось проходит и живет. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, пару слов. Что вас вдохновляет на творчество? На что вдохновляет? Да. Дорота, хорошие люди и победа, победа в этой жизни. Ну, это все вдохновляет. Главное, позитивно быть настроенным, красиво. А какие фильмы посмотрели вот из этого кинофестиваля? Вчера буквально посмотрела «Поролевы сердец», очень откровенное кино. Вам очень понравилось? Вы знаете, было что обсуждать потом. Мы пришли и было что обсуждать. Это сейчас редко с фильмами происходит, что выходишь, и хочется что-то разночить. Понятненько. Мы будем надеяться, что он все-таки будет победителем, возможно, на этом кинофестивале. Ну, сомневаюсь, но шансы есть. Ну, что у меня всех фильмов, я бы сказала, да. Обязательно надо посмотреть, советуйте нашим зрителям. Советую, я советую посмотреть. Спасибо. Все, хорошего вам, хорошего вечера, до свидания. Что вас вдохновляет на творчество? Любовь. 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 А что вы посмотрели из представленных картин, которые вот на этом кинофестивале? Молодое вино я смотрела. Мне очень понравилась картина. Одна из лучших, я считаю, она лучшая картина. Достойна она главного приза, как вы считаете? Я считаю, да. Да? А за кого болеете вообще сами? Будете, да, стараться? Все, удачи, хорошего вечера. Это было как, на Бандереса прям похожее. Так, 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 ребята. Здравствуйте. Откажите, пожалуйста, пожалуйста. Мы поры все равно в францейской демо. Отлично, отлично. Это из Италии, я так понимаю. Из Франции, что ли? Здравствуйте. Откажите, пожалуйста, что вас вдохновляет на творчество? У меня секс-то. Это самый крут, это самый лучший ответ был. Снова посетил. Вы посмотрели вот из этого фирма-сестиваля? Я посмотрела документальную программу. Про Гербачева? Нет, я посмотрела про спортсмена. И фильм, потому что мы пацаны, которые очень важны. А они? Норвежские. За какой фильм будете болеть? За него я буду болеть. Хорошо, спасибо. Хорошо, Ветя. Это крутейший 90-х. Мобильный телефон. Супер. Алло, алло. Супер. Я помню, как-то тут еще ходила женщина с видеокамеры годов, наверное, 50-х. Тоже ретро. Понятно. А скажите, пожалуйста, а какое российское кино вы посмотрели на этом кинофестивале? Я, к сожалению, никакое, потому что я снимался в это время в другом кино. Российское. А за кого будете болеть? У людей. Понятно, отлично, спасибо. Вот, Татьяна Михайловна. Здравствуйте, скажите, пожалуйста. На что вы готовы пойти ради главной роли? Вы знаете, на очень серьезную подготовку, многомесячную. Как можно больше вкладывая, наверное, души своего труда, на меня это вернуло. Спасибо. Потрясающе выглядите, действительно. Спасибо. На это готовы пойти. Спасибо. Что вас вдохновляет на творчество? Меня вдохновляют, на самом деле, очень талантливые люди. Часто бывают дети вдохновляют. Потому что дети для меня самые открытые, честные существа, в таком смысле. Дети, дети, честные. Согласен. А вы представленную картину не успели посмотреть, да? Я просто прилетела из Лос-Анджелеса. Я вчера посмотрела только один фильм. Необычная весна в обычной деревне. Такой очень специфический фильм. Советуйте зрителям нашу. Интересно, это македонское кино. Но, я думаю, это будет внимательно. Стоит посмотреть, получите удовольствие. Сегодня вы посмотрите фильм «Встреча с Горбачевым». Я так понимаю. Я веду себя на станции. Поделитесь с вами впечатлениями. Всего хорошего вечера. До свидания. Так, ребята, вот мы сейчас видим, короче, на дальнем плане у нас победителя прошлого кинофестиваля. Это у нас «Царь-птица». Якутский фильм, режиссер и также всяк съемочная группа, и в том числе актеры. Что вас вдохновляет на творчество? Скажите, пожалуйста. Степан. Я понял. Что вас на творчество вдохновляет? Какая фильм? Вот «Царь-птица» вы сыграли обалденно роль. Сыграли, да? И вот сейчас фильм, по-моему, «За мной солнце не заходит». Вы его представляете, да? Я так понимаю. Да, да. Он играет главную роль. Вы играете главную роль? Во, отлично вообще. Я обязательно посмотрю. Старика, старика должен играть. И молодым что-то оставит нас. Вы молодцы живы. Вы молодцы. Вы супер. Вы откровенно просто вообще молодцы. Ну, молодцы. Очень хорошо получается. Спасибо. До свидания. Эдуард, здравствуйте. Здравствуйте. А, вы не Эдуард, да? Я вас, извините, перепутал. А, вы продюсер, да? А, Эдуард, это у вас режиссер, я так понимаю. Вы понятны? Не знаю, они такие позитивные, энергетические. Спасибо огромное. Продюсер. Здравствуйте, Оксана. А скажите, пожалуйста, что, какой фильм вас вдохновляет на творчество вообще на этом представном кинофестивале? Макнулия. Макнулия. Про дочь и старые, но что еще как-то было. Всего хорошего, спасибо. И я все-таки смотрите на канале. А скажите, пожалуйста, что вас вдохновляет на творчество? Жизнь. А, какой фильм смотрели и, как вы думаете, вы смотрели еще программу? Хорошо, спасибо. Девушки, здравствуйте. Yeah. Скажите, что вас вдохновляет на творчество? Не знаю. О juro. Какое? А, вот, какое предпочитаете жанр? Девушка, здравствуйте, скажи, пожалуйста, пару слов, на что вы готовы пойти ради получения главной роли? На что? На какую авантюру? Ну, есть ограничения, вот обнитур, вот эти какие-то, вот такие вещи нет. Я, знаете, рассчитываю на этот талант. Понятно, а какой-то вы читаете жанр? Комедия. Комедия. У нас сейчас как-то не очень хорошо. Всего вечера. Вам также. Спасибо. До свидания. Вот здесь вот люди в ожидании у нас, люди в ожидании. Скажите пару слов, пожалуйста, а что вас вдохновляет на творчество? Меня вдохновляет, ну, как правило, конечно, работы моих коллег, потому что, ну, все-таки, кино уже все сделано до нас, и всегда вдохновиться прошлым поколением мастеров или своих, как это, современников, это, мне кажется, идеальный путь, чтобы вдохновиться самому. Поэтому другие работы. Вот фестиваль, в частности. Что вы думаете, вот начать этого фестиваля, какой фильм возьмет главный приз, возможно, сегодня? Вы знаете, я не настолько много посмотрел картин, чтобы... Не всю программу вы знаете. Я конкурс обычно не смотрю, я смотрю в основном фильмы, которые уже были либо на других фестивалях. Вот. Все-таки до нашего фестиваля добираются не лучшие фильмы, прямо скажем. Ну, ввиду того, что существуют Канны, Венеция. Ну, да. Все стараются, прежде всего, отдать фильмы туда. Вот. Но я рад, что он у нас есть. Жалко только чуть ли не летом. Это очень большое значение иметь. Но с погодой повезло, да. Отличная погода. Спасибо. Все хорошо. А скажи, пожалуйста, Парусова, пожалуйста, а что вас вдохновляет на творчество? На творчество? Любовь к жизни, к людям. Очень хорошо. Спасибо большое. Евгений Владимирович. Здравствуйте. Здравствуйте. Это у нас депутат и актер. В данный момент он депутат? Евгений Владимирович депутат. Представляет интересы кинематографистов. Да, да, да. Я такой тоже что-то так не помню. Вы будете помогать мне не много. Он же в акультуре работает, да. Ой, я уже всех артистов оказывается. Да, вы хорошо ориентируетесь. Кстати, сегодня игра кинофильма идет. Мы восхищаем, да, сегодня в Доме кино закрытие фестиваля. Да, Татьяна, твой муж там сегодня главная роль. Это потрясающая картина Дмитрия Астракана. Я его снял. Да, конечно, он его снял, да. Ой, супер, да. Так что вы вообще, давайте я с вами сфотографируюсь. Конечно, да конечно, когда премьера была. А вы же, почему не пришли? Мне не получилось по другому городу, если так, давайте. Все, давайте, ради того, чтобы я уже... Как, ребята, смотрим дальше. Тут такая вот такая небольшая пробочка у нас. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, а что вас вдохновляет на творчество? Врачи. Мы вдохновляем. Мы вдохновляем. Да? А представлены программы, которые здесь на кинофестивале, что-нибудь смотрели? Еще не успели. Еще не успели? Да, мы всегда после пересматривались. Мы в спокойной обстановке. Когда жюри выберет лучших, мы уже отсмотрим лучших. Мы уже сами сделаем оценку свои. Да, спасибо большое, хороший вечер. До свидания. Так вот, ребята, вот наши звезды здесь немножечко застопорились. Дальше не дают пройти, там сфотосессия проходит. О, привет. Как бодрость духа. Много людей таких малоизвестных для нас. Так или иначе, они имеют отношение к кино, я так думаю, приближаются к нам. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, а какое кино вы посмотрели на представленном кинофестивале? Кристина Асмус, это, по-моему, жена Гаррика Харламова. Жена Гаррика Харламова. Дайте сфотографию. Простите, пожалуйста, на интервью. Минуты же, ну, парни. Что вас вдохновляет на творчество? Кристина, скажите, пожалуйста. Понятно, спасибо. Белла, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, на что готовы пойти? Вы ради главной роли? Я. Кинг Кудук, здравствуйте. Хорошего счастья вам, здоровья. Южнокорейский режиссер, очень великий режиссер, сделал очень много фильмов, которые смотрели у нас в России. Один вопрос буквально. На какую, на что вы готовы пойти ради главной роли? Они испугались такого вопроса. Ну, ладно. Это немного такой, это откровенный. Лучше про вдохновение. Лучше про вдохновение творческое, да? Да. Как-то всех располагает. Да, 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 первый вопрос. Здравствуйте, Сати. А скажите, пожалуйста, что вас вдохновляет на творчество? Сати Казанова была. Это у нас шоу-бизнес. Ну, на принципе, я в актрисе как бы в каких-то моментах каких-то фильмах снималась так же. Многие актеры как бы и так далее. Сати, а можно фото? Почему? Почему-то она сегодня и не настроена. Потрясающее платье у вас. Спасибо. Пойдем. Что вас вдохновляет на творчество? Скажите, пожалуйста. Кофе. Это правильно. Это хороший очень ответ. Спасибо. Вы посмотрели из представленных картин какой-нибудь? Нет. Хотелось бы посмотреть? Вот сегодня посмотрите «Встреча с Горбачевым». Будет документальный фильм. Что вы ожидаете увидеть? Я ожидаю. Я без ожидания. Все, понял. Спасибо. Ну, сегодня погода удалась. Прямо вот приятно, да, находиться в такой погоде здесь. Вот прям реально атмосферка бьет ключом, всем говорится. Не жарко, не холодно, все так. Ага. А что вас вдохновляет на творчество? Скажи, пожалуйста. Вот эту девочку. Нет. Они все золотом, но перейди еще лучше. Виталик, посови, пожалуйста. Ну, просто я ее обожаю. А кто это был? Скажи, да. Это был Виталий Гогунский. Замещательный перед... Виталик, да, вот эту девочку. Вами, а потом я. Ответь, пожалуйста, на вопрос. Каким девушку аккуратно? Да, давайте меня. На, на, на. Спасибо огромное. Что вас вдохновляет? Скажите, что вас вдохновляет? На, вас, нафируй меня. Ребятушки, не разорвите меня. А вы посмотрели какую-нибудь российскую фирму, вот из представленных картин? Из представленных нет, но мне сказали, что Пашка с Тамарой фильм очень сильная картина, поэтому я советую посмотреть. Вы сегодня хотели, а вообще в ближайшем будущем посмотреть, да? В ближайшем будущем посмотреть, я надеюсь, что она выйдет. А что вас вдохновляет на творчество? Вот еще вопрос. Какой-то небольшой. Красивый. Красота спасет мир, согласен, спасибо. Здравствуйте, у вас потрясающее платье. Скажите, а на что вы готовы пойти ради главной роли? На, на, на. Да. Секундочку. Как включить-то? Что вас вдохновляет в отличие в вопросе? Вдохновляет? Да. Мой сын. Сын. С вами сфоткаться? Да, 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 давайте. Посмотреть, каким фильмом из представленных? Да. А какой у вас фильм, скажите? Эпидемия. Эпидемия, представляете? Отлично, спасибо. Будем болеть за вас. Эпидемия, сними меня, на, на. Сейчас, сейчас, сними, сними. Как вы думаете, шансов у вас много? Сегодня потрясающая погода, народ. И вот люди уже такие более откровенные наряды даже одевать начали на этот кинофестиваль. Хотя в прошлый раз, когда тут чуть ли не мех одевали сверху на открытие. Погода была градусов, наверное, 7. По ощущениям. Здравствуйте. На что вы готовы пойти ради главной роли? Вот такой вопрос у меня нескромный. Только на талант. Отлично, спасибо. Такой вот, ребята, вот у нас вопрос. Провокационный немного, но тем не менее. Пытаются многие ответить. Не в попад. Некоторые боятся. Боятся, ну потому что на самом деле можно по-разному ответить. Екатерина Шпица. Вот, я именно за кого говорю. Екатерина, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что вас вдохновляет на творчество? Искусство и какие-то глубокие мысли в глазах зрителей, которые рождаются в их умах, когда они смотрят хороший кино. А скажите, пожалуйста, а вот из представленных картин на этом кинофестивале что-нибудь смотрели сами? Хотелось бы посмотреть? Я всегда смотрю постфактум. Понятно. У нас очень жаркая пора начинается, киносъемочная весной уже, поэтому киносеансы посещать совершенно нет возможности. Но зато это замечательное мероприятие, на которое можно получить огромное количество классных 100% рекомендаций. Понятно. А вот еще такой вопросик нестромный. А вот на что пойти готово? Ради какого соблазна на главную роль, допустим, чтобы вас взяли? На что? Ни на что. Мое от меня никуда не идет и ничем не придется. Всему свое время. Кстати, про Крым. Крымский мост смотрел, мне понравился очень фильм. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а на что готово пойти ради главной роли, например? Ну, что у вас, какую авантюру? Авантюру? Да. Любить российский расстай. Да, это сложно так сказать. Если предложат, подумают. Ну, с головой вон это не брошь. Понятно. Все, спасибо. Хороший увидел. А скажите, пожалуйста, пару слов. Что вас вдохновляет на творчество? То, что эти фильмы, которые мы делаем, производим, их видят много людей, и эти люди испытают эмоции. Действительно, это очень приятно. И эти эмоции могут быть положительные, отрицательные. Но мы живем, испытываем эмоции. И это и есть жизнь у меня. А вот еще из представленных картин, которые на этом кинофестивале, что-нибудь посмотрели? Да, мне очень понравился фильм, японский режиссер Иси Бу, импровизатор, называется. Потому что близка очень тема, что главный герой, он радик того, что девушка, которая в коме, она делает много добрых от дел. Сегодня будет фильм у нас, я так понимаю, как в этих фестивалях, это документальный фильм Гребачева, да? Да. Встреча с Гребачевым. А сам, хотели бы его увидеть вы? Что вы хотели бы у него спросить? Ну, я бы хотела просто пожелать ему. Да, у вас никаких нетрисательных эмоций не осталось. Ну, отлично, слава богу. Все, спасибо. Спасибо. А на что вы готовы пойти ради главной роли? Приделу кому-то, ну, разум. Я к этому отношусь немножко по-другому. Я считаю, что роли, они всегда находят своих актрис, актеров правильные. Вы не гоните, да? Все случается в луку, да. То есть мы свое время. Отлично. Спасибо большое за ответ. Хорошего вечера. Спасибо. До свидания. Всего доброго. До свидания. Девушка меня загимнотизировала. Я теперь не могу в себя прийти. Она как удав кролика. Что вас вдохновляет на творчество? Мое творчество. Да. Ну, вот представленный фильм, который на этом киностивале. Что, вы что-нибудь посмотрели? Да, ну, Рейп «Белый ворон». «Белый ворон». Вот хотел бы, кстати, спросить бы, как фильм-то вообще? Очень хороший. Удивительно. Это, по-моему, режиссер у нас... Англичанин. Англичанин, да? Режиссер англичанин. Да, англичанин, да. Очень хороший фильм. Вы надеетесь, что он победит? Вы будете болеть за какой фильм? Так, представленный фильм с туалетом. Он не в фронтуре программы. Он в другой номинации. Другой номинации. Да. Он не в основном конкурсе. А кто, вы думаете, победит, например, в этом основном? Очень. В прошлом году победил «Царь птицы». Вроде так неожиданно. Очень трудно сказать. Потому что мы смотрели много не очень интересных фильмов. А мы уже пропустили самый интересный. Не знаю. Ну, дай бог, у вас есть возможность посмотреть, оценить все. Всего хорошего вечера. До свидания. Спасибо. До свидания. Какие российские картины посмотрели? Вы знаете, мы смотрели болгарские картины. Нам понравилось очень. А вот ждете, может быть, победитель какой-то будет примерно? Представление имеете? Если честно, нет. Не будем гадать. Ну, не болейте ни с какой. Не гадайте вообще никакого. Просто восхождаем. Всего хорошего. До свидания. Здравствуйте. Ну, старые знакомые лица. Ну, при конец. Ну, я имею в виду. Мы уже с вами не первый год, как говорится. Да? Да, мы песни, кстати, вместе хотели спеть какую-то. На вечеринке у лучших друзей. Это песня уже древняя, конечно. Но тем не менее. Новая песня, новая песня. Учитель, Дихая, Домога Химова. Вот. Кстати, Рэкинская. В следующем году обязательно. Нет, лучше раньше. Когда у вас были концерты, то есть, если вы видите на такой роман? Концерты есть. Вот, следите за афишами. Обязательно, обязательно. А что хотели бы спросить по поводу кинофестиваля? Какую картину хотите посмотреть? Сегодня хочу посмотреть кино. Просто ни о чем не думая, просто расслабиться и кайфану. Правильно. Это, кстати, самое главное. Хорошего вечера. Все, хорошего вечера. Спасибо. Юлия Беретта, да, вот. До свидания. До свидания. Это группа Стрелки. Бывшая группа Стрелки. Не, она, кстати, хорошо очень поет. Она в косухе вообще супер. Она вживую поет. Молодец. А ты мне напишешь. Это, можно сказать, 90-х группа Стрелки. Она распалась уже в 2000 в каком-то, в пятом году или третьем, я уже точно не помню. Здравствуйте. Скажите, а какие российские картины посмотрели? Никаких пока еще не успели. Понятно. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, какое российское кино вы посмотрели? Я посмотрела несколько фильмов, и я надеюсь, что один из них сегодня будет. Какой, например? Спасибо. Светлана, кто? Не знаю. А скажите, пожалуйста, какие российские фильмы вы посмотрели? К сожалению, на фестивале не увидят. Это так, это, 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 интересный такой у нас, это, корреспондент. Так вообще так. Говорит, я, говорит, приеду, говорит, привезу барана, говорит, приезжайте ко мне, говорит, в гости, говорит. Здравствуйте. 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 Это я, Амар Амар. И мой блог «Амар в большом городе», в котором я рассказываю про все фишки этой Москвы. Да, ну кто там не верит, кто под него спросил, а? Ну, пожалуйста, смотрите, я сегодня присутствую на самой лучшей, мощной тусовке этого города. Это Московский международный кинофестиваль. И собраться с вами успешно и красиво. И, ребята, хотел бы еще добавить, что фан-зона, конечно, сюда практически может попасть, как бы, каждый, да, практически? Да, фан-зона может попасть каждый. Заходите вконтакте, ищите группу. МКФ? Да, в следующем году будет называться МКФ-42, и записывайтесь на открытие, на закрытие фан-зона. Вы вас очень ждут. И увидите звезд, ваших любимых, просто, можно сказать, вот, на расстоянии вытернуты руки. И также селфи, и также можно пообщаться, вы очень приятные люди, на самом деле обычные люди. Ученый от кинофестиваля, вот прошедшего, 41-го. Я устала, очень устала. Мы стояли два с половиной часа. Но я рада, потому что я получила автограф, пыль, сфотографировалась. Автографов много взяла? Екатерина? Мария Кожевникова? Да. Я у нее взяла автограф, и я как-то счастлива. Молодец. Я рада была фоткаться, она классно выглядела, вообще красивая. А я не классно, поэтому я не могла фоткаться. В общем, ты в следующем году пойдешь на кинофестиваль? Ну, скорее всего, да, и на этот раз постоянно стараюсь вперед прыгать. Вот, нравится. Вот, надо было с нами, держаться с нами, мы бы вообще в идеале, бы все. Ну, ладно, давай. Мне очень понравилось. Ну, хорошо, мы рады, я переживала, что тебе не понравится. Вот, подходит к концу наш небольшой репортаж закрытия МКФ-41. Было очень интересно в этот раз, погода располагала, очень красивые наряды у многих были. Меня удивила Анна Снаткина, я задала ей вопрос, но, к сожалению, не нажала на... На воспроизведение. Да, на воспроизведение. Это бывает, это когда просто... Она выглядела потрясающе, молодец, с супругом. Вот, это пример такой вот, ну, идиллии, да, брака. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. И следуйте за нами, путешествуйте. В общем-то, и так же окажитесь здесь, где-нибудь, когда-нибудь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!